Приветствую вас, Наталья. Вы знаете, я, прочитав ваш текст, увидел, в общем-то, похожий совершенно текст от предыдущего человека, который находится чуть-чуть ниже вас, ниже вашего вопроса, чуть-чуть дальше вашего вопроса находится. Вот, я увидел текст, и, вы знаете, у меня возникло столько ощущений, что написан этот текст одним и тем же человеком, то есть вы, такое впечатление, что как-то один и тот же вопрос по двумя разными именами задали, вот, чуть-чуть видоизменив текст. Вот, если это так, то это не очень хорошая история, не очень хорошая практика, потому что, ну, вы просто таким образом ничего не добьетесь, вот, вы ничего таким образом не получите, и коллеги, в общем-то, будут вам отвечать крайне неохотно, особенно если поймут, что вы действительно повторяли свой вопрос несколько раз. Кроме того, это запрещено правилами ресурса. Вот, поэтому я надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием. Дальше, вы пишете свой вопрос, почему он сбежал. Наталья, вы хотите понять человека, но в действительности вам нужно понять не человека, пытаться понять не человека, вам в действительности нужно, а, пытаться, попытаться, попытаться понять себя, попытаться понять свои чувства в этой ситуации, вот, и разобраться, вообще говоря, именно в себе, а не в нем. В другом мужчине, потому что чужая душа потемки, это совершенно не случайно, так говорится, вот, и вам не нужно пытаться понимать человека, который, вероятно, сам не понимает, себя сам не понимает, почему так произошло и так далее. Начать я бы хотел с того, что вы общались с мужчиной, который в последнее время большую часть проведенного с вами взаимодействия, или большая часть взаимодействия с вами был пьян. И я думаю, что в этом случае, вот, в случае, если мужчина, вот, большую часть времени, которое он проводил с вами был пьян, именно пьян, то нет, на мой взгляд, ничего удивительного в том, что он взбежал, потому что ему, скорее всего, либо стало стыдно, либо он поставил какую-то галочку себе, и, соответственно, дальше уже просто как-то вот, ну, следовал своей позиции, которая у него была, которая у него есть. Вот, то есть, как бы, ваше общение, оно выстраивалось явно не на искренности. И я бы сказал, что, ваше взаимодействие, оно выстраивалось, знаете, оно выстраивалось скачко-обратно. То есть, вот, вы вначале, значит, с человеком, да, общаетесь только по поводу его брата, которому, между прочим, у вас были чувства, и он это знал. Вот, вы общаетесь уже с ним, а, так сказать, испытываете к нему симпатию. То есть, конечно, такие отношения, они не вызывают доверия, и, в общем-то, они являются доверительными. Поэтому, это вопрос, скорее, к вам, почему вы, и почему, и как. Вы, вот, чувствуете то или иное, к тому или иному мужчине. То есть, вот, именно это, скорее, меня интересует, как психолог. То есть, вам сперва нравится один человек, потом вам нравится другой человек, и это явно здесь у вас вступает противоречие. Вот, что до мужчины, то, как я и сказал, вас он не воспринимал, как полноценную личность, это, к сожалению, очевидно. Вот, он воспринимал вас, либо, как кого-то, кем можно воспользоваться, либо, как кого-то, кому можно и нужно, там, ну, значит, что-то доказать. Вот. И это, безусловно, ничего хорошего нет, но так вы выстраиваете отношения, понимаете. То есть, мне представляется так, что и с первым мужчиной, и со вторым мужчиной, ваши отношения представляли из себя своего рода зависимость, своего рода зависимость. И то, что вы нуждались в первом мужчине, делали всё, чтобы узнать про него что-то, хотя он не хотел, он не хотел, чтобы вы что-то про него знали, он хотел сократить как-то с вами взаимодействие. Вот. Не стоит забывать, что брат, он может винить себя за то, что у него есть к вам какие-то чувства или есть какие-то желания, и испытывать вину перед, собственно, братом своим, за то, что такая ситуация, вообще, в принципе, произошла. Вот. Не стоит об этом тоже забывать, потому что это тоже очень важный момент, который может очень сильно, очень серьезно влиять на, собственно, его взаимодействие с вами, на взаимодействие брата с вами. Вот. Вот. Вот, в принципе, такая история. Другой вопрос, почему вы ходите по ней, вы говорите, что вы не можете без него, что вы скучаете по нему, то есть как будто вы привязались. И глобально, глобально, ситуация складывается так, что вы просто привязываетесь к людям, слишком, может быть, быстро привязываетесь к людям, слишком или к определенному типу мужчин привязываетесь и так далее. Обратите внимание на то, что и первый, и второй мужчина здесь сильно старше вас, больше, чем на десять лет. Это свидетельствует о некоторых возможных проблемах личностного развития именно вашего, например, недостаточный контакт с своими желаниями, со своей, возможно, эмоциональной сферой. Вот. То есть, если вот, ну, если у человека партнера старше, то это, вот, все-таки свидетельствует о том, что с эмоциональной сферой у человека не все порядка. То есть он ищет партнера более взрослого, то есть родителя, то есть только с этим человеком он может раскрываться эмоционально. Вот. А это говорит о том, что, ну, так эмоционально человек раскрыться либо не может, либо ему сложно. Вот. То есть это, это показатель, с психологической точки зрения, это показатель вот такого рода проблем. Ну, и я бы, наверное, застрил внимание еще на взаимодействиях с отцом, которая тоже может играть достаточно существенную, важную роль в, ну, вот, в ситуации, которую вы описываете. Вот. И, соответственно, это, что есть, взаимодействие со всем вашим, возможные проблемы, ну, с взаимодействием с ним. Вот. А также могут быть, могут представлять некоторую проблематику, ну, некоторую проблематичность. Вот. А что, собственно, и в какой-то степени, да, может образовывать, вот, проблему, которую вы описываете. Вот. А это то, что я могу вам сказать. Естественно, это столько предположений. Естественно, это не окончательное решение. Вот. Естественно, это не... Естественно, это всего лишь гипотеза. Вот. Это ни в коем мере не... Ну, не какая-то позиция. Такая прямо строгая. Вот. Но это гипотеза, основанная на, допустим, профессиональном опыте. Например, о моем и, значит, на тех знаниях, которые надает психологическая наука. Вот. Соответственно, если вы хотите решить, вот, проблему, да, если вы хотите разобраться в себе, то мы вам, безусловно, поможем, если вы сформируете запрос свой. Но мы не сможем помочь вам понять другого, именно другого человека. Потому что, как я и сказал, мысли другого человека понять достаточно в слове. Ну, просто потому что сижая душа, в общем, в подъемке, и что в голове у отдельно взятого человека, не общаясь с ним, не взаимодействуя с ним, не давая какого-либо анализа, нельзя. Не проводя какого-либо анализа, нельзя. Это просто гадание, гадание. Но я надеюсь, что моего ответа, который я вам дал, в принципе, будет достаточно для того, чтобы получить хотя бы общее представление о том, что происходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.